Сидя дома или добираясь с работы в магазин, не всегда знаю, что происходит на улицах города. Но есть те, кто в курсе всего. Наш сегодняшний герой Юрий Анисимов, капитан полиции, заместитель командира роты отдельного батальона патрульно-постовой службы, действующей в московском районе города Рязани. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это обычный рабочий день Юрия Анисимова. После построения его подчиненные отправляются по своим маршрутам. От взгляда полицейских не уходит ничего. Забравшиеся дети на крышу продуктового киоска или граждане, переходящие дорогу на красный сигнал светофора. В составе либо пешего патруля, либо автопатруля несут службу по охране общественного порядка. Жетон на себя включает. Включает раскрытие преступлений по горячим следам. Если вот совершается преступление в районе, и автопатрулю либо пешему посту передают информацию о совершенном преступлении, они должны немедленно выдвинуться. Патрульно-постовую службу задействуют и в плане перехвата, при угоне автомобиля или наезде на пешехода. Бывает так, что полицейским приходится выезжать на семейные скандалы или вмешиваться в серьезную ссору или драку людей на улице. Подойти, узнать, в чем причина. Просто ссориться. А может быть, просто они и незнакомые друг к другу пытаются отнять сумку, либо какие-нибудь денежные средства, то есть совершить преступление. Поэтому после того, как разбираются, они уже дальше принимают решение. Либо доставить виновного в отдел полиции для разбирательства, либо просто сделать замечание и отпустить домой. Зато все сразу ясно с выпившими гражданами. Человека в сильном алкогольном опьянении, не способного отдавать отчет своим действиям или нарушающего общественный порядок, сразу задерживают. После этого он попадает в дежурную часть, оттуда на медосвидетельствование. И обратно в отделение полиции, где выносится вердикт. Если человек может самостоятельно идти, ему выписывают штраф и отпускают домой. Даже если гражданин в этот же день еще раз задержит сотрудники полиции, вновь привлечь его к административной ответственности нельзя. Так что штраф для нарушителя – это своего рода проездной билет на оставшийся день. Работа меня устраивает, нравится. Я уже как бы привык, и 18 лет в этой службе все устраивает. И знаю я ее полностью. Сейчас Юрий Анисимов редко бывает на выездах. Зато организации и патрулирование занимаются плодотворно. Имея большой опыт, передает его своим подчиненным. Юрий родился в Захаровском районе Рязанской области в селе Жокино. Его семья не была связана со службой в правоохранительных органах. После окончания средней школы в районе Юрий отправился в армию на два года. Затем принял решение служить и дальше, хотя с детства планов таких не было. Нужно было трудоустраиваться, и я решил попробовать в органы внутренних дел. И приехал в Рязань, прошел медицинскую комиссию, и меня взяли на работу в МВД. Сейчас он задумчиво вспоминает о том, что именно его привлекло в службе, тогда еще и в милиции. Какое желание побудило его выбрать именно эту профессию? Осуществлять охрану, наверное, общественного порядка и все-таки служить, наверное, народу прежде всего. И было интересно, наверное, скорее всего, раскрывать преступления, задерживать административных правонарушителей, которых нарушает общественный порядок. Параллельно со службой Юрий получил два образования. Среди любимых предметов уголовное право, административное право и оперативно-розыскная деятельность. В 2004 году я поступил в Рязанский педагогический колледж. Когда я защитил диплом, у меня стало образование среднее, специальное, юридическое. А уже после я решил получить высшее образование и поступил в Рязанский филиал Московского университета МВД России. В последнем шесть лет заочного обучения сейчас у Юрия есть семья, дочь, которой недавно исполнился один год. Несмотря на особенности профессии, в целом жена Юрия спокойна за мужа. Она переживает, но относится к этому хорошо. То есть я ей говорю, какая специфика работы. Специфика, конечно, уникальная. Сотрудники полиции годами нарабатывают навыки владения собой, ситуацией. Они умеют общаться с совершенно разными людьми. Профессия отчасти опасная. То есть ситуации бывают разные. И народ у нас разный, люди разные. Поэтому какие ситуации могут возникнуть, никто не знает. Поэтому сотрудники готовы ко всему. Чрезвычайных происшествий, в которых пришлось бы уходить от выстрелов, заместитель командира роты не вспомнил. Однако порой рязанцы по отношению к полицейским ведут себя довольно агрессивно. Да, были, которые оказывались в сопротивлении. Приходилось применять боевый прием борьбы, применять специальные средства, наручники, средства ограничения подвижности, правильно называется, и доставлять в отдел. Были такие. Выбившие пассажиры, которых нам удалось снять во время создания этой программы, вели себя более чем спокойно. С улыбкой садились в патрульную машину, рассказывая о корпоративе, на работе или с цветами расхаживали около камеры предварительного заключения, наполняя ароматом хризантем отделения, который смешивался с запахом алкоголя. Этот молодой человек немного не дошел до дома, по его словам, направлялся к жене. Ребят не виноватый, просто неправый. Хватает моей жены на мою судьбу. Хотел телефон, ты его издал. Клепать и долбить. Я его издал. Хватает. Вы не переживаете, да, что вы? Абсолютно ноль. Ну как вам здесь нравится? Что было? Да здесь я не первый раз. Был уже здесь. И когда была какая-то другая, это лет 10 назад. Бывают и более постоянные посетители КПЗ. Некоторые граждане доводят себя до того, что не могут на протяжении нескольких часов вспомнить дату своего рождения, для того, чтобы появилась возможность взаимодействовать с ними дальше. Год рождения какой у вас? Да, ну не помню. И даже если сотрудникам полиции на улице, остановке, в парке или где-то еще придется встретить выпившего человека, который в результате опьянения заснул, замерз или слишком плохо себя чувствует, полицейские вызовут для него скорую помощь или поспособствуют доставке в больницу. Так что рейды и выходы на маршруты сотрудников правоохранительных органов приводят к спасению множества жизней. Да и если граждане оказываются в отделении, они находятся под надежной защитой. Есть время подумать, протрезветь, решить помириться с кем-то или извиниться. А люди на улице в это время могут быть намного спокойнее за свою жизнь, здоровье и нервы. Собираюсь работать здесь же, в ППС, потому что я как бы на эту должность заместитель командира роты стал буквально 4 месяца назад. До этого я был командиром взвода. Поэтому работа нравится, работаю здесь, считаю себя здесь на своем месте. Подчинение Юрия рота 81 человек, 10 из них девушки. Сейчас в Рязани действует 5 рот, в Московском, Советском, Октябрьском, Железнодорожном районах. Есть еще одна, пятая. Она отдельная, это рота по обеспечению правопорядка и общественной безопасности при проведении массовых мероприятий. Именно в ней еще полгода назад служил Юрий Анисимов. Не только в праздничные дни полицейские из пятой роты выходят на улицы города для охраны порядка. Сотрудников отправляют для помощи в другие районы в обычные дни. Кстати, что интересно, в праздники или будни чаще всего среди нарушителей оказываются мужчины. И только 5% женщин отправляются в КПЗ. Однако именно в мужские праздники прекрасная половина человечества проявляет больше активности. Дамы выпивают, хулиганят и гораздо чаще становятся посетительницами отделений полиции. Так что если есть планы на вечер и их нужно реализовать, не выпав из привычного ритма жизни на несколько часов, ведите себя прилично. Здоровья всем рязанцам и удачи! Год экологии 2017 год. Поговорим мы в следующем выпуске именно о том, что нас окружает. Героиня программы Галина Кузьмина, руководитель и основатель общественной организации, действующая на протяжении 15 лет, делающая все для того, чтобы улучшить жизнь рязанцам. Галина Олеговна занимается промышленной экологией. Героиня программы Галина Кузьмина, руководитель и основатель общественной экологией. Продолжение следует...